Одна дама пришла и заказала аршив водки. Аршив водки? Не раз. Не раз. Добрый день. Мы продолжаем нашу Великонавгородскую гастрономическую экспедицию. И сегодня мы находимся в баре-завод, который находится в призаводе, который мы не будем называть, чтобы нам не выписали штраф за рекламу алкогольных продуктов. Это место очень необычное для Новгорода. Во-первых, потому что здесь делают очень интересные настойки на лифт. Вот такая штука здесь есть, например. Это называется набор из пяти рюмок. Есть набор из трех рюмок, есть набор из пяти рюмок. Каждому из напитков, а напитки все разные, предлагается особая закуска. Здесь водка, медовая настойка с имбирем и перцем, ягодная настойка. Этот спотыкачет, я уже знаю, я попробовал. Это такая удивительно черносливная такая, даже наливка, наверное. А это что такое? А это настойка у нас клюквенная. Ну и вот водки, бутерброд с селедкой и перепелиным яйцом. К имбирной, медовой, я смотрю, тут яблоки и грецкий орех. Ну и так далее. Сыр с изюмом, сыр с черносливом. А вот это что? Томак. Беряный, бляный, с сыром. Еще здесь есть аршин водки. Аршин водки это 10 рюмов, которые выставляются в специальном... Карамысла, то есть вы по шкумками и здесь под носу тебе. Здесь нередки случаи, когда вот такое карамысло заказывает один человек. Более того, девушка. Девушка, наверное, ее не назовешь, скорее дама. Дама. И что же... Больцяковского возраста. Но она была одна. Одна. Одна дама пришла и заказала аршин водки. Аршин водки? Не раз. Не раз. Она закусывала? Конечно. Но он сказал, что сало, которое пришло к водке, это для ее подруги. Но подруга, она чего-то не дождалась. Максим сказал мне историю, что как-то два аршина водки способствовали быстрому влюблению в Россию двух граждан Австрийской Республики. Пришло два человека. Сначала они просто пришли на обед, покушали, выпили по наборчику, по такому. Еще было до наборчику. Они обычно пришли днем, покушали, им все понравилось. Вечером, естественно, они сразу... Ну, как вечером, через два часа наступил свет, упал, солнце закатилось. Они пришли довольные, заказали сразу аршин водки. И в следом, естественно, на вечер, пятница, суббота, и начали приходить люди, садиться, банкеты. Естественно, наши русские гражданины, мы увидели иностранцев, зазвали их себе за стол. Они с одними иностранцами выпили. Аршин незаметно перешел во второй. Потом перешли все за банк, и, честно говоря, дальше они поехали как раз-таки в другое заведение, куда их не пустили. Вот так вот незаметно аршин водки перешел в ее версту. Итак, коктейль. Коктейль называется... Коктейль называется входящий. Название перешло так, просто, потому что его пьют всякий входящий сюда. Просто мы берем закан водки, охлаждаем его, естественно. Что это за входящий, на что он похож? Его похоже на негроне, вот такой же горько сладкий, и так же по крепости не уступают этому коктейлю. Конечно же, на первый вкус идет настойка, ой, наливка сладкая, это вот эта стопикаська, о которой мы говорили ранее. По-другому наливка мы назовем его так-то ликер, новгородский ликер, если он будет сходиться, переводиться. И вот на рынке, как я знаю, я еще не видел реального сушеного чернослива. Это настоящий русский коктейль, потому что он сделан из русских продуктов, из русского алкоголя. Берем джим нашего производства, называется он. Специально разрабатывали название, чтобы молодежь обращала внимание потыкаешь. Тоже я беру один к одному, всем, в принципе, нравится. Варяться, конечно же, можно менять, можно сказать послаче, можно сказать покрепче. Дальше еще мы используем секретный ингредиент. Обычно, когда гости приходят сюда в магазин, берут, спрашивают, шелковый спотыкач, и я им, конечно же, готовлю этот коктейль входящий, они его пробуют, и в итоге они покупают еще бутылочку в магазине. Но я говорю, чтобы они возвращались, я все добавляю в свой секретный ингредиент. Так, и что же это секретный ингредиент? Это кардамоновый битр. Кардамоновый битр. Коктейль достаточно крепкий к сходу, когда его начинают вливать. Настроение, как обычно, повышается. Еще немножко сверху кардамоновый битр. Даже можно множко. И на украшения мы используем, конечно же, изобретение, которое изобрели в России, которым теперь все пользуются. Прям в России изобрели, правда? Ну да, это вот, сколько мне известно, по-моему, БЕК в Арзии. И из этой компании. Так, пожалуйста, ваш входящий. Хорошо. Входящий, дорогие друзья. В баре-завод есть еще абонемент. Человек, купивший его, получает все входящие бесплатно. На самом деле нет. Такое прямо... Русские негрони.